Настало время серьезных ставок и ярких побед. Добро пожаловать на MarathonBet, где каждый день вас ждут тысячи событий, трансляции матчей, оперативная поддержка и самые высокие коэффициенты. MarathonBet. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Всем привет! Это Мир Спорта на канале Успорте ТВ. Меня зовут Саня Малыхин и сегодня я расскажу вам обо всех самых интересных спортивных событиях, которые произошли на прошлой неделе. Как обычно, долго не тянем и смотрим. Релаксант. Футболе на прошлой неделе по-прежнему были интересные трансферные новости. Главным источником таких новостей был лондонский Арсенал. Руководство клуба, похоже, решило, если уж не побороться за чемпионство, то уж явно попортить кровь Манчестер-Сити. Хорошая мысль. Состав лондонцев уже пополнил Генри Пхитарян, а сейчас ведутся очень непростые переговоры с Боруссией Тортмунд о покупке Пьера Эмерика Абамиянга. При этом, по сообщениям СМИ, вся загвоздка заключается в том, что немцы ждут более серьезного предложения. Хотя Арсенал уже предлагал и 50 и 60 миллионов евро, а самому игроку зарплату в 20 миллионов евро. Но это не последняя трансферная цель. Арсенала входят слухи, что они фактически договорились о переходе Карима Бензима. Нет, ну это уже наглость. Но и у самого Реала прекрасные трансферные аппетиты. По сообщениям Daily Mail, Реал готов потратить 570 миллионов евро на приобретение трех игроков. Это Назара из Челси, Харри Кейна из Тоттенхема и Давида Дехея из Манчестер Юнайтед. Причем за Азара и Харри Кейна они готовы отдать по 228 миллионов евро, что является рекордом для футбола. И еще 114 на испанского галкипера. А главным тренером вместо Зидана уже скорее всего станет Почетино, тренер Тоттенхема, с которым уже ведутся переговоры. Это же надо вот так верить в такую дичь. Это все вдобавок к тому, что летом Реал скорее всего обменяет Криштиана Роналду в ПСЖ на Неймара. При этом позиция ПСЖ по этому вопросу менялась от категорического отказа до готовности обсуждать сделку. Но а сам Неймар уже несколько раз говорил о том, что он давным-давно болеет за Реал и готов играть за королевский клуб. Но будет один человек, который очень расстроится из-за перехода Криштиана Роналда в ПСЖ. Кто это? Хабиб Нурмагомедов является давним поклонником Реала и в частности Роналду. Они очень активно общаются в социальных сетях, а Реал совсем недавно пригласил россиянина на игру со свидатом 10 февраля. Хабиб может огромное количество времени рассказывать о Криштиане Роналду, но есть одна тема, по которой ему сказать нечего. Ты знаешь, что про Криштиану Рональду слухи ходят, что он гей? И как ты думаешь? Это слухи, конечно, но насколько это имеет для тебя значение? Можем к другому вопросу. Интересно, что бы он сказал, если бы увидел, как Криштиана Роналда празднует гол Марсела в ворота Валенсии? Ах ты, дрязное, похотливое животное. Сдохни! Ну а Ливерпуль пока еще не нашел замену Коутиньо, но зато у болельщиков есть потрясающе крутая песня в поддержку своих футболистов, которую они распевают где угодно и при любой возможности. Ну а в России на транслянном рынке пока без сенсаций. Московский Спартак взял в аренду Никола Максимовича из Наполя ЦСКА вот-вот вернет Ахмеда Мусу. Ну а Зенит пытается избавиться от шатого и дзюбы. Ну пока только готов отдать в аренду, и то ли в Уфу, то ли в Тульский Арсенал. В общем, пока непонятно. Ну а пока вот это вот все непонятно, Артем решил поддержать наших биатлонистов Антона Шипульна и Алексея Волкова, которые были недопущены на Олимпиаду в Кенчане. Умница, молодец! Если вы еще не в курсе, что вряд ли. МОК из 500 заявок, отправленных российскими атлетами на участие в зимних играх в Корее, одобрил всего 169. А среди неприглашенных российские суперзвезды. Это Антон Шипулин, это Сергей Устюгов, Виктор Ант, Денис Юськов и Павел Кулишников. Че это за херня? Такое решение МОК не понравилось не только россиянам, но и многим европейцам. В основном, конечно, россиян поддержали лыжники и биатлонисты. Мартин Сюндбю, Тирил Экхоф, Шарлотта Калла, Антонин Гиганас, Симон Фуркат, Мари Дорена Берк, Кайси Макаранин, да и в целом многие другие. Их возмущает одна вещь. Россиян отстраняют... Вообще, в целом, не объясняя причин. Ссылаясь на какие-то очень расплывчатые 17 критериев. Однако, по-прежнему, большая часть мира нам не доверяет. И если отбросить туропатриотические чувства, похоже, и у них, и у МОК все-таки есть веские основания нам не доверять. Давайте разберемся. Дело было так. МОК до сих пор не дал четких разъяснений относительно недопуска российских спортсменов до Олимпиады, что, несомненно, бросает тень на организацию. Но тут надо понимать, что МОК — это частная структура, которая теоретически может не допускать кого угодно без объяснения всяких причин. Причиной этой вот враждебной, как я сказал, злобной критики является, по крайней мере, отчасти зависть. А причины все-таки есть. МОК больше не хочет бросать на себя допинговую тень и максимально перестраховывается, чтобы потом как-нибудь не всплыло, что, например, Шипулин принимал в свое время допинг. А подозрения такие есть. Только посмотрите на него. Он же стоит и издевается над нами. Сытый, откормленный, наглый вообще. Да, доказать они этого не могут, но при этом никого и не обвиняют. Они просто не допускают. Помимо всего прочего, в МОК недавно заявили, что относительно некоторых недопущенных будут инициированы дополнительные расследования. Ну что же так смущает МОК? Пока нам рассказывают по ТВ, что наши спортсмены абсолютно нечисты, потому что во время соревнований международных очень много сдавали допинг-тестов и они ничего не показали, МОК-то как раз интересуют внесоревновательные тесты, где, собственно, можно легко взложить допинговую основу для будущих побед. А такие тесты берут не международные допинг-офицеры, а российские, которым до сих пор доверия нет. Твою! МОК смущало то, что Сергей Устюгов ни одной пробы в Сочи не сдавал. Кулижников и Юськов уже попадались на запрещенных препаратах, а российский биатлон – это огромная кладезь допинговых скандалов. Но и на все это могли закрыть глаза, если бы не один недавний случай в Иркутске, когда при появлении допинг-офицеров с соревнований снялось две трети атлетов, что стало в целом сигналом для МОК, что в России с допингом до сих пор не борются. Истинь! В любом случае нужно отстаивать свои права и добиваться справедливости, особенно если ты полностью уверен в своей правоте и добиваться от МОК более четких разъяснений своей позиции. Но все-таки оголдело предъявлять претензии МОКовцам не стоит, да и кричать, что вот они уроды. И они главные враги и исполняют политический заказ, что в целом возможно. Главные враги российского спорта сидят в кабинетах Министерства спорта и правительства, потому что если бы не их желание выслуживаться, до нас даже при политическом заказе МОКовцы не докопались никогда. А вот будут ли наказаны российские чиновники за то, что они сотворили с нашим спортом, фиг его знать, потому что это так же нереально, как смешной фильм от Comedy Club Production, как Малахов, который поднимает действительно важные темы, как фильмы DC, которые круче марвеловских, ну или как познать истинную природу страха. Хотя... Не самым сильным, но самым храбрым. Всегда. Пока не встретил Миссандею с острова на ад, теперь у меня есть страх. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, также подписывайтесь на страничку в Фейсбуке, на страничку ВКонтакте, про Твиттер. Не забывайте, также помните о том, что у нас есть страничка в Инстаграм. Обязательно подписывайтесь, ссылочка в описании. И еще у нас есть исключительный лучший хоккейный канал «Все хоккей». Ссылочка также в описании. Подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям, которые интересуются хоккеем, да и сами начинаете интересоваться хоккеем, потому что хоккей — это круто. Но также помните о правиле. И если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями, пусть они также порадуются и будут в курсе всех самых интересных спортивных событий в мире. А так пока. Всем хорошего настроения.